Сирийские боевики сбили российский вертолет. Ибола вернулась в Либерию. В Афинах зажгли рождественскую ель. Афинах зажгли рождественскую ель. В целях эвакуации российских летчиков с места приземления была проведена поисково-спасательная операция с привлечением двух вертолетов Ми-8. В ходе операции один из вертолетов в результате огня стрелкового оружия получил повреждение и совершил вынужденную посадку на нейтральной территории. Один морской пехотинец-контрактник погиб. По некоторым данным, пилоты сбитого самолёта были убиты повстанцами. По другим данным, они живы, но находятся в плену. После инцидента со сбитым самолётом в Генштабе вооружённых сил объявили, что Россия прекращает военные контакты с Турцией. По версии российской стороны, бомбардировщик находился в воздушном пространстве Сирии и на территорию Турции не залетал. По версии турецкой стороны, российский самолёт на несколько секунд залетел в воздушное пространство Турции и не реагировал на попытки турецких истребителей выйти с ними на связь. Согласно практике, которую применяет турецкий ВВС с 2012 года, любой военный объект, который движется в сторону государственной границы или нарушает её безопасность, должен быть перехвачен. В понедельник в Либерии от Эболы умер 15-летний юноша. Смертоносный вирус у него выявили на прошлой неделе. Это стало первым для страны случаем заражения за последние два месяца и первым случаем смерти от Эболы с июля. Молодой человек скончался в больнице рядом со столицей, Монровией. Там же в настоящее время от Эболы лечатся его отец и брат. «Очень жаль, что после всего того, что мы сделали вчера, мы потеряли первого пациента. В целом мы реагируем очень хорошо, у общественности нет нужды для паники. Мы контролируем ситуацию. Повторяю, всё под контролем». 153 человека, которые могли входить в контакт с умершим, помещены под наблюдение. Сейчас специалисты также пытаются выяснить источник вируса. Для этого обратились за помощью к коллегам в США. Тем временем представитель Всемирной организации здравоохранения сообщает, что вакцина от Эболы скоро будет доступна в Либерии. «Я могу подтвердить, что вакцина от Эболы, которая показала себя очень эффективно в борьбе с вирусом в Гвинеи и Сьерра-Леоне, доступна в Либерии. Сейчас власти Либерии работают с международными партнёрами, чтобы официально её одобрить, чтобы люди смогли получить пользу. Всё идёт по плану. Мы хотим начать вакцинацию тех, кто в группе риска, как можно скорее». ВОЗ уже объявляла Либерию свободной от Эболы дважды. Первый раз в мае и второй – в начале сентября. За полтора года эпидемии от этого вируса в стране погибло более 4800 человек. В целом же, с учётом соседних Гвинеи и Сьерра-Леоне, болезнь унесла жизни более 11 300 человек. В Сьерра-Леоне была объявлена свободная от Эболы 7 ноября. В Гвинеи же последний пациент выздоровел 16 ноября. Если по прошествии 42 дней новых случаев заражения не появится, то и эта страна объявит о победе над вирусом. В Афинах официально стартовал рождественский сезон. 24 ноября на столичной площади Синтагма зажгли новогоднюю ель. Гости мероприятия – мэр Афин и популярный в Греции певец Сакис Рувос, выступивший под аккомпанемент джазовых музыкантов и детского хора. Мероприятие состоялось, несмотря на то, что в тот же день в нескольких кварталах от площади сработало самодельное взрывное устройство. Инцидент случился рано утром. Пострадавших нет, но в ближайших зданиях выбило окна. Кроме того, сильно пострадало здание посольства Кипра. «Мы открыли сезон Рождества. Никто не может лишить Афины, нашу страну и наших людей право на радость, надежду и оптимизм». Услышать живой концерт поп-звезды и сделать селфи на фоне рождественской ели пришли сотни афинян. Однако настроение у многих не праздничное, поскольку Греция в процессе внедрения мер строгой экономии. «Сейчас не время для празднований. Нам всем приходится экономить. Люди вынуждены рассчитывать на малое. Настроение совсем не праздничное». «Желаю греческим политикам набраться мудрости и принимать правильные решения. Они должны обращать внимание на нужды греческого народа, который очень страдает». Напомним, в середине ноября парламент Греции одобрил ряд реформ для получения финансовой помощи от международных кредиторов. Среди них – увеличение налогов и повышение пенсионного возраста. Взрывы самодельных бомб и поджоги происходят в Греции с 2010 года, когда в стране начали вводить непопулярные меры жёсткой экономии. Однако нынешний инцидент – первый с тех пор, как премьерское кресло занял леворадикал Алексис Ципрос.